Розовые стены, лестница ручейком и окна шестигранником, к счастью, больше без подковы. Угловой дом на улице Московской знает каждый саровчанин. Больше 30 лет здесь соединяют сердца и судьбы. Отмечают главные вехи жизненного пути человека от начала и до самого конца. А сейчас на пороге радостных событий стоит и сам городской отдел ЗАГС. Здание ждет первый за 20 лет капитальный ремонт. Обновят как внутреннее убранство, так и внешний фасад здания. Кому-то мы ходим на свадьбу друзей, родственников, ассоциация именно с ЗАГСом, с торжеством, с каким-то, именно со свадьбами. Поэтому хочется что-то светлого, солнечного. Я думаю, что цветовая гамма будет утверждена с учетом мнений жителей города, конечно. Все концепции, которые саровчане уже успели увидеть и обсудить в интернете, носят исключительно ознакомительный характер. Так что раньше времени бушевать не стоит. Проект будущего капитального ремонта еще прорабатывается. А поскольку городской отдел ЗАГС напрямую подчиняется региональным властям, то и сроки будут зависеть от тех решений, которые примут в Нижнем Новгороде. В этом году очень хотелось бы утвердить дизайнерский проект «Смету» в Нижегород-Смете. И только после этого, в 2021 году, будет решаться, то есть в какой период начнется этот капитальный ремонт. Потому что надо вопрос тогда ставить, будем ли мы переезжать в другое здание, или на время вот этого капитального ремонта останемся здесь, потому что работа ЗАГСа не может быть прекращена, независимо капитальный ремонт или еще какие-то условия. И она идет полным ходом, с небольшой поправкой на эпид-обстановку. В соответствии с указом губернатора, отдел ЗАГС принимает граждан только по предварительной записи, за исключением случаев государственной регистрации рождения и смерти. Торжественные церемонии бракосочетания тоже никуда не делись. Вот только большую компанию, как раньше, собрать пока не получится. Один человек на 4 квадратных метра. То есть если наш зал бракосочетания, ну где-то 44-45 квадратных метров, ну вот в зале на торжественную церемонию обычно присутствует 10 человек. Это с учетом жениха и невесты, ведущего торжественной церемонии и приглашенных их гостей. А пока остается надеяться, что в следующем году коронавирус будет повержен. Все ограничения снимут, а произносить свои клятвы молодожены будут в красивом, обновленном и современном здании ЗАГС. Константин Перевозчиков, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.